Xiaomi Mi G1C это доступный робот-пылесос, обладающий множеством функций, которые есть в гораздо более дорогих флагманских робот-пылесосах. Поэтому я был очень рад рассмотреть это устройство. На данный момент модель представлена на рынке в двух вариантах. Китайская версия, такая как у меня, и международная версия. Отличие заключается лишь в надписях на коробке, с логотипом, инструкцией на разных языках в международной версии и типом вилки. Перейдем к распаковке. Открыв коробку, мы видим инструкцию на китайском языке. Здесь находится резервуар для влажной уборки, так как Mi G1C робот-пылесос, который может пылесосить и протирать одновременно. Обратите внимание, в этой модели используется улучшенный резервуар для воды, в отличие от резервуаров для воды, которые есть в других подобных устройствах. У этого есть небольшой мотор, который работает как насос, забирает необходимое количество воды из резервуара и подает на салфетку из микрофибры для мытья полов. Резервуар для воды вмещает до 200 мл воды. Специальный инструмент для очистки центральной щетки от волос, для этого в верхней части есть небольшое лезвие. Сетевой адаптер для подключения док-станции, вилка европейская, шнур положили дополнительно. Сам робот-пылесос, надежно упакован от повреждений. Небольшая и минималистичная зарядная док-станция. В этой док-станции нет места, где можно было бы убрать и отрегулировать длину шнура. Боковая щетка из ABS-пластика. Шнур с вилкой типа А. Мы уже привыкли к качеству сборки Xiaomi. И этот робот-пылесос не исключение, он хорошо собран и выглядит минималистично. Корпус шайба с бампером мягкого касания и лаконичными элементами управления. Материал изготовления – белый пластик. В предыдущем ролике мы видели модели на основе лидаров от компании Xiaomi. Это Mi Robot и Mijia 1S. В Mijia 1C нет лидара сверху, поэтому устройство довольно тонкое и может пролезть под большую часть мебели, где его предшественники не проедут. Для ориентирования построения карты помещения Mijia 1C укомплектован продвинутой системой пространственного ориентирования. Четырехъядерный процессор Cortex-A7 в сочетании с двумя графическими процессами Mali-400 обрабатывает данные, поступающие с групп датчиков. Это двойной гироскоп обеспечивает возможность уборки S-образными проездами от стены к стене. Семь инфракрасных датчиков, встроенных в бампер, распознают препятствия в пределах 20 см от корпуса. Бампер-рельс обнаруживает препятствия, пропущенные инфракрасными сенсорами, а также определяет границу во время очистки пристенных зон. Камера Omnivision. Визуальный датчик сканирует ориентиры окружающего пространства. Четыре датчика падения сообщают роботу о ступеньках и обрывах. В процессе выполнения первой уборки навигационная система использует алгоритм VSLEM для создания карты вашего дома и построения наиболее эффективного пути для уборки. На миниатюрной панели управления расположена кнопка возврата на базу и кнопка запуска. На нижнюю часть бампера надета серая силиконовая юбка, предотвращающая повреждения при столкновении. В верхней части находится тонированное стекло, закрывающее инфракрасные датчики торможения. На задней панели корпуса широкая решетка выпускного канала. Задняя часть лицевой панели представляет собой откидную крышку, под которой находится индикатор Wi-Fi и кнопка сброса на заводские настройки. В центральной части отсек с контейнером для пыли емкостью 600 мл. Контейнер укомплектован моющимся HEPA-фильтром. Обычно такой фильтр промывают раз в месяц. Благодаря стандартной фильтрации HEPA этот фильтр подходит для людей, страдающих аллергией и астмой. Перевернем пылесос. Видим два больших ведущих колеса с глубоким протектором. Такие колеса без проблем преодолевают препятствия в 20 мм. Два контакта для подключения резервуара для воды. Сняв защиту от наматывания ковра, получаем доступ к основной щетке из сверхплотного волокна, подходящая для различных видов напольного покрытия. Поворотный ролик. Зарядные контакты. Четыре датчика перепада высоты. Крепление для боковой щетки. Датчик движения. Настройки перед первым запуском Mijia 1C. Док-станцию нужно разместить на ровной поверхности напротив стены. Слева и справа от станции должно быть пространство в 50 см и 1,5 метра перед ней. Подключаем к сети. Нажимаем и удерживаем кнопку включения. На китайском далее мы научим говорить по-русски. Робот оповестит о включении. Индикатор загорится белым. В случае заряда аккумулятора более 15%. Если оранжевым, заряд менее 15%. Затем нажимаем кнопку док-станция. Робот-пылесос автоматически припаркуется на док-станцию. И начнется зарядка. До полной зарядки аккумулятора на 2400 мАч потребуется 120 минут. Пока Mijia 1C заряжается, включаем на телефоне Wi-Fi. Скачиваем с Google Play или с App Store приложение Mi Home. Далее входим в существующий аккаунт, если имеется, или зарегистрируем новый. Далее в приложении нажимаем добавить устройство из списка. Выбираем 1C. Если не получается подключиться, нужно сбросить настройки Wi-Fi. Для этого одновременно удерживаем кнопку питания и кнопку док-станция. Устройство сообщит об ожидании конфигурации сети и индикатор начнет медленно мигать. Нажимаем подтверждение операции. Далее. Выбираем свою Wi-Fi точку. Вводим пароль от этой сети. Нажимаем далее. Начинается подключение. Обращаю внимание. Домашняя сеть Wi-Fi должна работать на частоте 2,4 ГГц. После удачного подключения нажимаем «Готово». Выбираем комнату, где будет находиться док-станция. Далее задаем имя нашему устройству. Далее можно поделиться управлением этим устройством с другим пользователем. Нажимаем «Начало работы». Принимаем пользовательское соглашение. Смотрим мини-инструкцию. Нажимаем «Ок». Прилетит обновление. Нажимаем «Ок». Этот робот-пылесос был изготовлен в мае 2020 года с установленной прошивкой 10.35. Идет процесс обновления до версии 10.59, минуя версию прошивки 10.45, при которой были окирпичивания устройства при использовании экспериментальных функций. После обновления попадаем в главное окно управления устройством. В самом верхнем углу отображается название устройства. Чуть ниже размещен статус бар, где отображается состояние робот-пылесоса. Еще ниже можно узнать, какую площадь убрал пылесос, за какое время и уровень заряда аккумулятора. В центральной части располагается построенная карта помещения, местоположением док-станции и пылесоса. Ниже хорошо заметны две кнопки, дублирующие кнопки на самом устройстве. Это док-станция, возвращающая робота на подзарядку, и кнопка «Начать уборку» или «Приостановить уборку». Имеются четыре режима уборки. Это бесшумный. Уровень шума 50 дБ, в таком режиме проработает до 110 минут. Стандартный. Интенсивная уборка. Турбо. Уровень шума около 65 дБ. В таком режиме проработает до 40 минут. Ниже блок с настройками уровня воды, то есть степень подачи воды из резервуара на салфетку из микрофибры. Низкий. Средний. Высокий. Чтобы результат влажной уборки было эффективнее, нужно перед началом намочить тряпку и каждые 30 минут влажной уборки споласкивать ее. Модулем для влажной уборки следует пользоваться при необходимости. Когда робот-пылесос заряжается или не требуется влажная уборка, снимите модуль, вылейте воду из резервуара и промойте тряпку для предотвращения появления плесени и неприятного запаха. В плановой уборке можно задать время начала, повтор уборки и режим уборки. Для смены языка голосовых оповещений переходим в этот пункт. Выбираем, нажимаем «Использовать». В правом верхнем углу нажимаем на три точки, попадаем в меню настроек. Активировав режим экспериментальных функций, станет доступно использование виртуальных стен и возможность установки запретных зон на карте. При каждой уборке карта помещения будет улучшаться и сохраняться. Процесс уборки будет отображаться в режиме реального времени. Также соответствующий пункт появится на главном экране ниже плановой уборки. Чтобы воспользоваться данными функциями, нужно, чтобы робот-пылесос завершил несколько уборок. Поставим виртуальную стену, протестируем. Поставим запретную зону. Нажав на этот значок, можно выбрать зону и площадь уборки. Отметил зону уборки за виртуальной стеной. Начинаю зонированную уборку. Возвращаюсь на док-станцию для зарядки. Робот-пылесос понял подвох и возвратился обратно на базу. Зарядка. Решил протестировать, насколько точно робот-пылесос автоматически вернется к месту незавершенной уборки. Например, при низком заряде аккумулятора. Все идеально работает. Возвращаемся в меню настроек. В настройках устройства нужно задать часовой пояс для синхронизации телефона и робота-пылесоса, чтобы корректно работала запланированная уборка и режим «Не беспокоить». Настройка громкости голосового оповещения. В режиме «Не беспокоить» робот-пылесос не будет автоматически возобновлять уборку в течение указанного периода, но запланированная уборка будет проводиться. Ниже есть возможность включить или выключить уведомления. В истории уборок показано суммарное время и площадь уборки. Ниже отображаются все выезды помощника. Нажав на строчку, отобразится карта помещения, которой можно поделиться. В пункте «График обслуживания» отображается степень износа таких элементов, как хепофильтр, боковая щетка, основная щетка. Все расходные материалы вы можете приобрести, перейдя по ссылке внизу под видео, как по отдельности, так и комплектом с хорошей скидкой. Пункт «Пульс дистанционного управления» поможет вам вручную направить робот-пылесос на нужное место дислокации. В общих настройках можно сменить имя устройства. Назовем это устройство «Далек», те, что в сериале «Доктор Кто». Управление местоположением, то есть задаем основное базирование устройства. Здесь можно добавить аккаунты, чтобы поделиться доступом к робот-пылесосу для отслеживания и управления. Пункт «Умный сценарий» поможет гибко настроить график уборки помещений. Проверка наличия и обновления прошивки устройства. В дополнительных настройках можно задать пароль для этого устройства. Составить отчет об ошибках и отправить в техподдержку. Добавить ярлык на главный экран для быстрого доступа к управлению пылесосом. Полезный пункт, где находятся ответы на часто задаваемые вопросы по использованию данного устройства. Менее интересный пункт «Юридическая информация». Если пылесос застрял где-нибудь под диваном или потерялся в 10-комнатной квартире, нажав на этот пункт, робот-пылесос откликнется голосовым сообщением. В быстрой перемотке посмотрим, как робот-пылесос методично убирает комнату по S-образной схеме. Боковая кисточка выметает мусор из пристенных и угловых зон на ход рабочего блока. Турбощетка выполняет контактную обработку покрытия. V-образная щетина, вычесывая от ковры, от шерсти и крошек, достает сыринки из щелей паркета. Силиконовые лепестки счищают с пола грязь и забрасывают мусор в всасывающие отверстия. Японский мотор Nidec создает мощность всасывания до 2500 паскаль и втягивает в пылесборник мусор. Салфетка, закрепленная на липучках под модулем для влажной уборки, снимает с пола поверхностную пыль. Затем робот-пылесос проходит вдоль стен и углов. И завершают уборку, заезжая на док-станцию. Под видео находится ссылка на скачивание инструкции, в которой вы узнаете, как ухаживать за робот-пылесосом, как устранить неполадки и многое другое. Xiaomi Mi G1C с функцией сухой и влажной уборки – это отличный робот-пылесос для небольших квартир, с высокой мощностью всасывания для чистки толстых ковров, построением и сохранением карты помещения, с функцией установки виртуальных стен и запретных зон, с простым управлением через приложение, а главное – стоимостью до 15 тысяч рублей. Xiaomi Mi G1C – это стопроцентно отличная покупка. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон!